Уступи дорогу быстро! Дорогу уступи, там больной лежит! Видеозаписи с драгоценными минутами, которые бригады скорой помощи тратят на препирательство с водителями, мешающими проезду, в последнее время появляются с пугающей регулярностью. Сначала был случай в Петропавловске-Камчатском, где автоледи преградила проезд к дому больного, пытаясь заставить скорую уступить ей дорогу. 21-летнему парню, возможно, именно ее упрямство стоило жизни. А совсем недавно новый случай, уже в Красноярске, как под копирку, только, к счастью, без жертв. В этой карете скорой помощи пациентов нет, ее не ждут больные. Но по нашей просьбе водитель все же поспешит. Цель эксперимента проверить, уважают ли ивановские водители машину со спецсигналом. На дороге водителю скорой помощи нужно быть внимательнее вдвойне. Ехать приходится быстро и при этом крайне аккуратно. Накануне только безопасность других участников дорожного движения, но и бригады врачей и, конечно, пациентов. Но нередко дорогу спасительному экипажу преграждают. Бывают такие ситуации, то есть это, как правило, новички, вышедшие из автошкол, и наши доблестные автоледи, которые, приведя спецавто, специальный транспорт, то есть останавливаются посреди дороги и не знают, что дальше им делать. В день на Ивановскую станцию скорой помощи поступает до 800 обращений. Ездить приходится очень много, рассказывает Евгений. Нередко возникают проблемы со въездом во дворы. Особенно вот в московский микрорайон, самый известный, туда очень сложно проехать. Постоянно во дворах стоят машины, что приходится останавливаться в начале дома, а врачам идти до самого конца, до первого подъезда. То есть это очень часто случаи бывают. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические акции, чтобы убедить автомобилистов, пара сэкономленных минут не стоит жизни пациента. Нарушителей штрафуют, но санкции эти мало кого пугают. Водитель, который не предоставляет преимущества спецтранспорту с нанесенными цветографическими схемами и включенным звуковым сигналом, в данном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Это статья 12.17, часть 2, кодекса об административных правонарушениях. С каретой скорой помощи наша съемочная группа проехала по всем центральным улицам города. Эксперимент показал, понимающих водителей, которые при наличии такой возможности уступают скорой, к счастью, намного больше. А тем, для кого любая дорога главная, кто считает себя лучше и исключительнее других, депутаты Государственной Думы готовят сюрприз. Штраф за непредоставление преимущества автомобилю со спецсигналами планируют увеличить в 60 раз, до 30 тысяч рублей, а водителе лишать прав на два года. А еще законотворцы подумывают, разрешить автомобилям со спецсигналами таранить транспорт, мешающий проезду. Мера эта, конечно, крайняя, но, возможно, сработает хотя бы как устрашение, чтобы автохамство больше не вставало на пути машины, спешащей на помощь. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok